собственно не ничего сказать если вера у кого-то есть ради бога сколько угодно можно верить рационально но я вот могу вам рассказать там всю сказку про колобка жили-были старух со стороны старик со старухой и не было у них детей и доверьте блять чем не нахуй сака чем не блять рациональная вера или нет да блять плохую ваще по хуям верьте не верьте мне мне-то блять что я-то ученый а вы тупые веруны как-то так красивую старик старуху слепи ко мне колобка по сусекам поскребли по амбарам помели и слепли и слепли коробка дальше там историю вы знаете но это будет вот примерно то же самое можно верить сказку о колобка можно не верить сказку о колобка бля насколько же примитивные представления у дробышевского все же а тоология христианстве вообще обо всем все-таки да но как бы реальность материальная реальность а никуда не денется и после этих дебатов мы все пойдем либо есть либо спать ну скорее всего строгой последовательности что касается морального критерия ну тут просто как-то даже глупо рассуждать потому что про это уже все кому не лень сказали причем тут религия вообще ну то есть поведение обезьян есть австралопитеки и но вообще очень парадоксально что ну у этого человека вообще какая-то степень да блять он просто не понимает о чем он говорит и удивительно что у него вообще какая-то степень есть человек просто очень умный в целом среднем дробышевский да и панчин тоже таких общих масштабах они очень умные люди на самом деле то есть они не могут рассуждать на темы не связанные с их специальностью узкая специализация нужна для того чтобы глупый человек мог специализироваться внутри своей специальности быть там специалистом понимаете чем дело то есть а как только они выходят за пределы своей специальности начинается вот такая вот хуня ну там блять колобок сказки есть это сусеки не сусеки там все дела а моральный критерий до чем обсуждали но то обезьян тоже там что-то моральное есть еще бог что ли блять есть кек лол блять нахуй а то есть вместо того чтобы рассуждая обсуждать аргументы хлопотина которые на самом деле были не сильными давайте так они были не сильными там просто берешь и начинаешь первая посылка не согласен абсолютно не согласен крайне сомнительно то есть если бог есть а если бога нет то и нет моральных объективных ценностей чего бы это вообще-то взяли уважаемые берешь и по посылкам разбираешь чем понятно что даже эту речь станислава дробышевского можно переделать в аргументативную форму это будет довольно просто но станислав не может все вот эти моральные устои они эволюционно обусловлены и они просто адаптивные признаки то есть это совершенно эволюционная вещь которая естественным отбором профов не будет чем тут религия вообще как и рухов не будет не к слоним городу ну вот так что проф не будет я так сказал все я согласен с половиной сказанного которое было сказано для того чтобы показать типа научность но прыжок во второй половине рассуждения был абсолютно ой бля и причем тут приплецать когда он аргументы начал озвучить прыжок когда он начал озвучивать аргументы станиславу дробышевского не понравилось потому что он не умеет в аргументы да правильно мэднес он просто на одну веру предлагает другой набор веры при том что хлопотин он свою веру хотя бы рационально изложил давайте так то есть хлопотин соблюдал аргументативную форму предпосылки которые использовать николай мне не понравились они абсолютно сомнительные с ними все понятно буквально с каждой предпосылкой которую нам показал все абсолютно ясно да каждая из них предельно сомнительно и более того не соотносится с историей мировой философии но дробышевский не выкупает эту тему вообще удивительно что дробышевский все же кандидат наук вообще в принципе это крайне удивительно ну просто потому что он даже не выкупает аргументы опять же моя стратегия разбора хлопотина я ее уже продемонстрировал но она бы начиналась разбора посылок посылки плохи все ну с ними невозможно согласиться с позиции дробышевского тоже сказал бы что уважаемый вот у вас есть первая посылка если бог есть да если бога нет то все дозволено почему же все дозволено вот у нас даже в эволюционной биологии до считается что вот без какого-либо бога вроде бы да там не знаю у нас есть эволюционные процессы которые привели к формированию определенных моральных собственно убеждений которые все же не являются объективными с вашей позиции потому что все таки но они возникли эволюционно и они могут у некоторых особей все-таки сильно отличаться да как бы ну как бы могут отличаться но вот как бы вот так вот оно происходило перед это к вопросу о первой посылке которые вы озвучили относительно второй посылке которые вы озвучили там если бога нет там то все дозволено да но это тоже хуйня хотя он не он не так и сформулировал это надо просто вот посылки было выписать и уже рассуждать о них дробишевскому просто похуй и на самом деле дробишевский мог бы его просто разнести ну здесь просто очень легко здесь очень легкие посылки были выдвинуты вера помогает жить многим людям да это объективный факт но в самых разных аспектах она сплачивает коллективы она там утешает страждущих как известно ну и есть масса положительных свойств но это и не делает ее как бы объективно полезной в долгосрочной перспективе потому что вера это не следование объективным реальным взаимосвязи между явлениями фактами а это свое мнение а быть а как можно с объективно следовать каким-то в общем-то объективным фактом в морали он вот обезьяна обезьяна там я не знаю пиздит другую обезьяну камнем например что это нам дает с точки зрения морали планеты вращаются вокруг что это дает нам с точки зрения морали животные чувствуют боль что это дает нам с точки зрения морали да ничего вы не можете просто ну то есть вы не можете не объективную посылку озвучить нельзя причинять боль тем существам которые могут чувствовать боль но эта посылка не объективная уже то есть это не нельзя это просто прескриптивный запрет вы просто вы просто мне так говорите что нельзя понимаете это уже вы на другой уровень перескакиваете вы перескакиваете на уровень не биологии чистый вот все животные чувствуют боль допустим допустим да даже не все люди наверно боль чувствует там можно нервы как-то повредить чтобы боль не чувствовать но все-таки давайте представим такое вот утверждение все же давайте подавляющее большинство животных наверное которых мы видим вокруг нас и которых мы едим и которых мы мучаем и которые над которыми мы издеваемся чувствуют собственно боль но из этого нихуя до гильотина Из этого нихуя не следует, что, соответственно, причинять ему боль нельзя. И для того, чтобы, приветствую материалист, переинтерпретировать аргумент нормально, нам нужно вести промежуточную позицию. Нельзя причинять боль тем, кто может ее чувствовать, например. Но это не объективная позиция, и мы ее здесь превосокупляем просто по нашему совместному согласию, так скажем. Мы просто договорились, мол, ну, как бы не круто, наверное, причинить боль тем, кто ее чувствует. Все. Как, господин? Допустим, для начала рассматривать именно как... Нет, есть некоторые религии, которые являются в некотором смысле даже атеистическими. Но, тем не менее, если мы уже рассмотрим чистотеистические позиции, то нам придется, ну, если мы пойдем таким путем, выбирать между многобожием и единобожием. Политеизмом и монотеизмом. Почему бы? Почему? Ну, а как еще вариант есть? Если мы по ним... Нет, да, почему по такому критерию делить? А почему не потому, что там, я не знаю... Ну, почему обязательно вот много-мало? Почему критерии численности самый главный? Потому что это дело не в численности. Монотеизм подразумевает существование сверхъестественного существа, которое принципиально отлично от так называемых богов политеизма. Например... Ну, смотри, каких политеистических богов тоже можно трактовать как-то идеально, на самом деле. Боги язык, ну, язычки, вы не любите этот термин, многобожие, рассматриваются как некие... Даже смотрите, давайте так. То, что говорит Дробышевский, это просто смехотворно. То, что говорит Хлопотин, необходимо разбирать и с этим спорить. Понимаете, в чем дело? Хлопотин произносит какие-то тезисы, с которыми можно спорить, например, боги политеизма, радикально отличны по каким-то там критериям от монотеистических. Но есть такие формы политеизма, которые, ну, довольно приближены к монотеизму. Просто сверхчеловеческие, сверхъестественные существа... Ну, это как бы вера проверяемая, то есть то, что он существует, но можно палкой потыкать и проверить. У нас для этого есть такие инструментальные методы. Простите, а во что палкой потыкать и существует ли она? Ну, тот, кто сомневается, что мир объективен, в него надо тыкать. То есть вы не знакомы с эллипсизмом? Нет, я знаком с эллипсизмом, но стоит с эллипсиста немножко поморить голодом, а он перестает быть с эллипсистом. А во что надо потыкать палкой, чтобы эволюцию обнаружить? Куда надо ткнуть палкой, чтобы найти естественный отбор? Можно, пожалуйста, узнать? Я просто вот не знаю. Просто как по мне, естественный отбор палкой не находится, например. И в науке очень много всего не находится палкой. Я уже сказал про веру в принципе. Если рассматривать веру в принципе, то и вы верите, например, в отрицание с эллипсизмом. Вы верите в то, что я человек, обладающий сознанием, а не робот. Вы верите в то, что законы... А как проверить? У нас есть определение сознания, определение робота. Я могу подставить... Ну, дайте, пожалуйста, определение сознания. Сознание это отображение в нейронных сетях окружающего мира. Чего? Блядь, если это реально определение, которое используется в нейронауках, это кринж. Вот тогда мы совсем... Ну, то есть философы и ученые вообще говорят на очень разных языках. А во сне, когда мы видим не окружающий мир, это тоже сознание? А если у нас иллюзии в глазах появляются, мы же в сознании вроде бы находимся по определению, но при этом мы видим те вещи, которых в объективном мире, так скажем, нет. Ну ладно, окей. Странное определение, во-первых, а во-вторых, ну как хотите, как-то. Но звук можно рассматривать как волны, а можно как ощущение, которое мы воспринимаем. Это уже демагогия. Ой, блядь, какой же Дробышевский тупой. Чувствует-то не звук, а колебание воздуха. Мы обычным звуком скорее называем то, что мы слышим. Ну, непосредственно. Ну, как бы, то, что у нас в субъективном опыте проявляется. Ну да, ладно. Демагогия. Это тем не менее разное, не тождественное. Докажите. Потому что иначе вы опять же скатываетесь с эллипсизм, если вы говорите... Ой, блядь, кто? Куда, блядь, скатывается? В сэллипсизм, блядь. Нет, вы неправильно понимаете последовательное применение научного метода. Мы знаем, что... Ой, блядь. Есть статьи... Давай, расскажи нам про научный метод. Есть падение деревьев, есть взаимодействие, там, тяжелых тел, да, с твердыми... Охуенно. Причем здесь наука? С твердостями. Где фальсифицируемость? Где теория? Где все это? Мы знаем, что при этом обтруются волны. И мы можем поставить эксперимент. А-а-а... И какой эксперимент? Миллион раз уронить дерево и посмотреть, что получится. Мы можем... Охуенно. Ну и что? И в чем это в этом научного? Это чистый эмпиризм в данном случае пока что. Мы можем описать механизм появления зуба. Что вот в том, что он сейчас говорит, является исключительно научным? Вот объясните мне, да? Что здесь конкретно, сугубо и истинно научное? Да ничего. Буквально ничего пока что. Вот. Если возникнет, то каким они будут... Что они будут воспринимать? Виртуальную или реальность, которую мы создали в программе? Или нашу реальную, объективную реальность? И если они будут... Какие сигналы мы туда пошлем, такие будут воспринимать. Если мы пошлем туда виртуальные сигналы, будет воспринимать виртуальные. Пошлем... Да, но разницы для этого создания тогда не будет между виртуальной реальностью и объективной реальностью. Ебать, насколько же сложно объяснить тупому человеку очень простую концепцию. Ну, то есть... При том, что, ну, Николай, он ничего сложного и не говорит, и одновременно с этим, ну, он и несложно это объясняет, на самом деле. Мне, опять же, очень трудно представить, что человек, который получил образование, даже русское, даже наше образование, может не понимать, что говорит Николай. Просто внимательно слушать надо. Человек, закончивший университет в России, отучившийся, и тем более кандидатскую степень получивший. Ну, как? Как он может не понимать, что говорит Николай? Это же дико просто. Ну, ладно. Там реальная, значит, будет воспринимать реально. А как они будут ощущать это? Что они будут непосредственно там ощущать? Как мы их запрограммируем, так и будут ощущать. Мы же их создаем. Друзья, друзья, это очень... Простите, пожалуйста, вы этого не слышите. Вот я и зрители слышат. Я, к сожалению, не смог отключить звук донатов. Ну, да бог с ним. Друзья может не понимать, ты слитый уничтожен шадом. Ну, блядь, это просто полный пиздец же. Это же не полный пиздец, по-вашему. Ну, когда просто... Ну, давайте так. Давайте так. Вот. Я могу понять, когда человек не понимает, что говорит там, например, Андрюха Лемон. Вот у Андрюхи Лемона у него реально такая дрочная аналитическая философия, что многие даже чуваки, которые закончили философские факультеты, не все будут понимать из той дресни, которую он говорит, потому что там реально половина терминов, короче. Там довольно много терминов философских, таких вот аналитических, современных. Хлопотин сейчас вообще не выебывается, на самом деле. Хлопотин очень просто вещает. Я хотел вас вернуть все-таки в тему беседы и спросить, а что такое... Хорошо, что такое вера... Нет, серьезно, любой умственно полноценный человек, неважно, какая у него позиция, там, атеист, он не атеист, верующий, неверующий, агностик, скептик, неважно, да. Любой здравомыслящий человек, любой человек, у которого уровень интеллекта выше нуля, ладно, ну а давайте выше 80 хотя бы, ладно, это тоже хуйня. Короче, любой человек, который может думать, в этих дебатах отдает голос просто Хлопотину. Вообще не важно. То есть я, допустим, атеист, я прихожу, смотрю эти дебаты, я вижу, что Хлопотин формулирует аргументы, как-то их развивает, я могу с ними быть сколько угодно, не согласен и даже предложить свои аргументы против, но объективно, как бы вот по этому спору видно, что Дробышевскому просто поебать, он не отвечает почти на аргументы, ему просто насрать, у него позиция формируется просто из кучи утверждений, логически не связанных при этом. Он просто говорит, ну вот так вот, блядь, устроен мир, твоя религия хуйня, у меня вот здесь вот это, а вот тут колобок, а вот здесь вот физика, блядь, а вот здесь нахуй биология, вот как бы все. А так вот мир устроен, а ты что, не знал, что ли? Не так научный метод, блядь, работает, а так, нахуй, блядь, и все. Типа, вот буквально, реально, любой человек, у которого есть мозг, приветствую, Артика, им все рад видеть, в принципе, да, неважно от его позиции, Хлопотин здесь для него победит. Вот у человека, у которого мозга нет, и для которого Дробышевский является авторитетом, ну, конечно, здесь Дробышевский побеждает. А если я ему никогда ничего не делал, и вообще в первый раз его там вижу, и он меня в первый раз видит, это будет аморально. А если он относится еще к тому же к нам, к моей популяции, он ухудшил показатели собственной популяции. Потому что он уменьшил численность своей популяции, если я к ней принадлежу, он выпилил себя, потому что его повяжут в психушку определяют. Основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что люди не мыслят уровнем популяции, никто, кроме биологов. И ввиду этого человек не ведет популяционную какую-то аналитику в своей голове своих поступков, и в этом плане объяснение все популяциями, оно такое же, как объяснение там, не знаю, все души христианки там, не знаю, знаете, вот все вот такое. Человеческая душа христианка. Буквально такого же уровня объяснение. Вот я сижу, я не чувствую, что моя душа христианка, так скажем, у меня нету морально-христианских ценностей конкретно, да, я их не ощущаю. Ну, нет, я, наверное, не готов видеть общество, в котором всех вокруг убивают ножами, но это, правда, не значит, что есть какие-то объективные моральные ценности. Вот. И в данном случае, в данном случае, объяснение Дробышевского, ну, такое. Да, объяснение Дробышевского в этом плане довольно кринжовое, потому что мы, в принципе, мы просто, ну, это просто объяснение сверху, которое мы изнутри не ощущаем. Мы не объясняем наши поступки критериями популяции. Даже чаще мы какой-то моралью абстрактной все это объясняем. Далеко не всякая мораль, она, собственно, ориентирована на определенной популяции, потому что, опять же, была, допустим, какая-то инквизиция, которая, опять же, по мнению Дробышевского могла разъебывать, допустим, по его мнению, лучших представителей умнейших популяций, которые могли бы привести к процветанию популяции. То есть, да, есть вообще всевозможное количество способов там судить людей, убивать людей. Есть там короли, которые делают убийства просто так, да, тех людей, которым им не нравится. Это, наверное, не очень выгодно для популяции. Опять же, убивать людей, среди которых есть хорошие люди. Люди не мыслят категориями популяции, ее выживаемости, ее крутости там и так далее, так далее, так далее. И даже когда люди мыслят какими-то общностями, то обычно они их формулируют не через популяции, а через, я не знаю, там, нации, народы. Ну, можно сказать, что какое-нибудь племя может ощущать себя популяционно в данном случае. Да, вот наше племя, вот его ценность, вот мы вместе, наш род и все дела и так далее, так далее, так далее. Это, наверное, редкий случай, когда размышление на уровне рода, оно будет, да, соответствовать, собственно, некоторым представлениям о популяции. Ну, просто на более развитых уровнях нашего продвижения, вот в этой всей культуре, мы не осмысляем себя популяционно, уже очень давно, на самом деле. Только некоторые племена как-то вот, и то, да, они не знают термина популяции, они знают термин род, и они сцепляются за родственников, по большей части. Вот, как-то так. Короче, хуй его знает. И более того, когда мы себя национально вообще как-то, ну, рассматриваем, нация, ну, человек внутри вашей нации, может быть, не из вашей популяции, вполне так себе. Главное, чтобы он обладал некоторыми другими свойствами, которые вам близки. Да не, ну и в целом просто популяцию очень часто сами себе вредили, разными табу, запретами и прочей другой хуйней, это просто очевидно. И казнили своих, собственно, членов по разным причинам. Иногда можно сказать, что эти причины казни были важны, да, то есть они были полезны для популяции, но иногда-то и нет. Иногда-то нет все-таки. Иногда-то, блядь, нет. Причем не то, чтобы иногда, а очень часто. Там, я не знаю, какой-нибудь человек делает какое-то неправильное ритуальное действие, за это его, допустим, убивают. Допустим, да, неприятно. Допустим, человек оказывается на запретной священной территории, и в таком случае запретная священная территория оказывается важнее, чем жизнь вот этого члена, члена вот у племени из популяции. Хуйня какая-то. ...принесет вред популяции. Даже в этом смысле, да, даже когда мы видим, когда люди осмысляют себя более-менее популяционно, в кавычках, да, по роду, они все равно, есть такие стереотипы, которые мешают им оценивать все, ну, с точки зрения пользы конкретной популяции, и только с помощью этой пользы. Ну да ладно. Это будет, оно что, совершит некое аморальное действие, получается? Вот, религиозные люди так и думают, да, что Бог наслал там какое-нибудь наводнение, или там, наоборот, там, урожай. Но религиозные люди не думают, что наводнение само по себе аморально. Да и более того, не все религиозные люди могут думать о том, что Бог наслал наводнение. Есть, как бы, естественные законы природы, которые мог создать Бог, да, и есть, как бы, человеческое грехопадение, которое обусловило многие вещи внутри природы. Дальше Бог мог бы просто не вмешиваться уже, согласно представлению многих верующих. То есть здесь, на самом деле, очень важно понимать, что, я не знаю, про каких конкретно верующих говорит Станислав Дробышевский, но в число этих верующих входят далеко не все христиане даже. Ну, то есть некоторые христиане действительно будут думать, что наводнение наслал Бог. Но это далеко не все христиане. То есть это не универсальная критика. Станислав, но так или иначе, христианство, например, и христианство, ислам и буддизм, наверное, настолько широко распространились в обществе, это, наверное, было следствием того, скажу с точки зрения эволюции, что эти позиции позволяли выживать представителям тех обществ, которые они принимали. Соответственно, эти веры соответствуют вашему критерию разумности. Вот Сандро пиздец сейчас как хорошо отыграл. Прям вот от позиции, от позиции, собственно, Дробышевского заставил его несколько раз кивнуть согласиться, здесь кивнуть, там кивнуть, и сделал вывод из этих посылок. Вот это один из лучших аргументов, которые мы пока что слышали. То есть это прям вообще мега-канон. Если хотите научиться охуенно аргументировать, послушайте буквально, что сделал сейчас Сандро Пантелеев. То есть он услышал какие-то общие положения, он взял высказывания приблизительно самого Дробышевского, проинтерпретировал их таким образом, чтобы получить удобный для него вывод, и вставил их в логическую структуру, и показал вывод, и Дробышевский вынужден с ним согласиться, или он долбоеб, ну или он там, не знаю, иррационалист, допустим. И тогда вообще какая разница, рационально, нерационально? А я про это и сказал, что в краткосрочной перспективе это дает выигрыш, да? Я же это и сказал. А в долгосрочной дает проигрыш, потому что когда эти сообщества разрастаются, они начинают бодаться между собой, и разделяться на какие-то части. Начинаются крестовые походы, уже там разделение вот этих протестантов, этих непротестантов. Ну правильно. Одна популяция давит другую, все правильно. Ну да, и, собственно, в долгосрочной перспективе это срабатывает в минус. Ну а с наукой так не работает. Наука позволяет разрабатывать технически разные устройства, допустим, да, по мнению Дробышевского. Вот. И люди благодаря этих устройств могут вести уже по другим признакам, ненаучным, более жестокие войны, вырезать большую часть популяции и так далее, так далее, так далее. Чем больше наука получается, тем массивнее геноцид. Потенциальный. Тем больше потенциальный геноцид может быть. Наука, развитие науки и техники является охуенной предпосылкой для того, чтобы устраивать куда более жесткие, серьезные, систематичные геноциды, чем раньше. Мы это осуждаем, но это по факту так. И не то, чтобы это мой аргумент против науки ультимативен, насколько их сколь-нибудь ультимативен, но все-таки. Да и наука, скорее всего, внутри себя будет скоро делиться на разные подсекты, скорее всего. Ну, стоит предположить. Ну вот если нельзя проверить, то получается утверждение эти ненаучные. Или научные. Почему? Ну, нет, просто как бы нельзя по объективным причинам-то, что, ну, просто очень... Блядь, больно. Ой, какой же тупой Станислав Дробышевский. Больше всего удивляет, что у него реально есть фанаты. И на самом деле есть сиентисты куда умнее, но, блядь, наверное, на Ютубе. А на Ютубе кто умнее? Может, физики какие-то. Хрен его знает. Но они не настолько популярны, как Дробышевский все-таки. Очень плохо, на самом деле, что в конечном итоге какими-то глашатыми науки передовыми стали биологи или около того. Потому что, на самом деле, биологи находятся на очень низком уровне теоретизации в целом. Многие из них даже теориями не занимаются и плохо вообще понимают, что такое наука как таковая, потому что у них немножко специфическое ответвление научное. И они довольно приземленные люди, они там про объективность, про все такое. И для них все легко. Они там такие почти все объективисты, очень такие, знаете, поверхностного толка. И в этом плане действительно очень плохо, что Дробышевский, Панчин, Докинс, вот такие вот ребята, они становятся передовыми глашатами науки. Ведь у нас, наверное, таких сиентистов популярных, которые бы при этом были, ну, наверное, теоретическими хорошими физиками, хотя бы более-менее, их очень мало. На Западе хотя бы ситуацию немножко сглаживают всякие Хокинги, Краусы, ну, или хотя бы астрофизики по типу Нигласа, Нигрица, простите. Ну, короче, Тайсона, вы поняли. Нила Тайсона. У нас, к большому сожалению, очень большая прослойка ночь попа представлена буквально биологами. Представители нормальных, теоретических разных дисциплин вообще практически отсутствуют, ну, или их очень мало, или они соцвечивают намного меньше, вот, и это очень печально на самом деле. Потому что у этих ребят, у биологов, очень плохо с абстрактным мышлением, и им даже средства абстрактного мышления чаще всего не нужны, к сожалению. Вот. Если хотя бы один пример против, а все остальные за, и если это все, естественно, верно, доказано, что один без пример действительно не соответствует общей концепции, то она привергает. Хотя бы в силу того, что если, ну, в силу чистой логики. И, соответственно, если есть пример того, что непроверяемо, но истина, или, соответственно, не соответствует действительности, что является ложным... Подождите, давайте вы для начала определите, что вы имеете в виду под словом истинно и ложно. Блядь, истина, это как в реальности. Слушайте, зачем переопределять, если здесь про реальность речь идет? Что значит, блядь, истина и ложно? А то как-то... Вы как-то очень произвольно, по-моему, этими понятиями оперировать. Да, 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 да. Что такое истина? Соответственно действительность. Соответственно действительность. То, что соответствует действительность. То есть то, что проверяемо в эксперименте. Но я и говорю, что то, что проверяемо в... Блядь! Какой он тупой, блядь! Нахуй! Какой идиот, блядь! Как он туп, блядь! Кстати, после этого надо было бы сказать просто, прости Станислав. И, по сути, он должен был бы меня простить, по логике Васила. Ну ладно, здесь-то, я считаю, заслужено. Здесь-то я заслужено. Из того, что что-то является истинным, не следует, что это является проверяемым. О чем тебе, блядь, и говорят? Давайте так. Земля имеет форму сферы, допустим, да? Но для древних греков это было непроверяемо. Они использовали разные вторичные доказательства, чтобы в этом хоть как-то убедиться, но всегда были возможности, что это не так. Ну, они там смотрели, что там на Луне какие-то вот тени, не тени, мало ли, мало ли, да, это были ошибочные доказательства, мало ли это были бы неточные данные. Может быть, там, не знаю, Земля в форме вот такой вот хуйни в виде члена гигантской парит, и просто на Луне отражается вот такой кусок члена сверху, да? Мы на кончике члена там где-то живем, получается, такого гигантского планетарного хуя, например. Ну, допустим, да? И так далее, и так далее, и так далее. То есть античные доказательства сферичности Земли были явно недостаточны для того, чтобы убедиться в том, что Земля действительно является сферической. Вот. Но это было недоказуемо для тех людей, потому что не было соответствующих технологий. Вопрос. Сферичность Земли была ложная или была истинная? Ну, если Земля сферичная, и тогда была сферичная, значит, она была сферичной даже до того, как мы имели возможность это проверить. Ну, я, конечно, можно я скажу тоже чуть-чуть по этому поводу? Ну, смотрите, я, конечно, не считаю, что фашизм – это порождение, в первую очередь, дарвинистов. Не им, конечно. Но одновременно вы считаете, что Гитлер, например, и там остальные насысты, они были христианами, по-вашему? Не, там вообще какая-то ересь в них голова была, но это была вера. Мы же говорим-то не о христианстве. А вы знаете, что еще общее есть между фашистскими солдатами? Подавляющее большинство из них были мужчинами. Ну, вы же понимаете, ну, эти, ну, мужчины, да, ну, тупо, ну, понятно, кто во всем виноват. Вот не было бы в мире, ну, этих, ну, мужчин, может быть, никакой бы войны и не было, блядь. Да, вера виновата, конечно. Но вера же. Вера-то, она, ну, такая, знаете, одинаковая всегда, блядь. Всегда к одному ведет, всегда вот эти вот мировые войны возникают из-за веры. Ну, они же эти верующие, блядь. Ая-я, ну, какая разница-то? В сортах этого, ну, вы понимаете-то, я не разбираюсь, как бы. Опять сарказм, если что. Ну, они сказали, что не было, ну, у фашиста было написано «С нами Бог». Но что... Ну, это было, по факту. Но как это говорит о том, что фашизм имеет религиозную причину формирования? Ну, просто религиозная идея. Нет, как из того, что не было написано, следовало, что фашизм имеет религиозную основу. Потому что они верили, что они высшая раса, и это не было ничем обусловлено, потому что это была именно вера. Мы же говорим о вере, вообще мы не о христианстве говорим. Блядь, один частный пример веры означает, что христиане обосрались. Да, тогда один частный пример будет означать... Ну, один частный исторический пример. Значит, один частный исторический пример, когда наука облажалась, будет означать, что наука говно, да? Да? Да, блядь! Ну, если это так, значит, я привожу в качестве примера доктора Менгеля. Ну, как? Ученый же? Ученый. Палкой тыкал? Тыкал, соответственно. Ну, доктор Менгеле тогда. Все. Типикал сайентист, блядь. Все дела. А проверила это науку? Вроде нет. Но по Драбышевскому да, если такой логикой руководствоваться. Видишь веру? Ну, собственно, вера. Вера была у нацистов. Следовательно, вера говно. Правильно, правильно. А стоп! Оп! Нацисты. Среди нацистов были ученые, не только верующие. Получается, значит, неожиданно и наука говно. Ой-ой-ой. Как же так работает-то странно. С этой точки зрения коммунизм тоже вера, правильно? Ну, в какой степени, да. Так он почему, собственно, и гикнулся в итоге? Что он, когда превратился в конкретную такую религию, собственно, он и сам себя съел. То есть вы понимаете религию в широком смысле? Не как обязательно веру, а что-то сверхъестественное. Ну, как просто вера. А вот помните, как при Сталине было хорошо? Вот как только он гикнулся в религию какую-то, он сразу сам себя и съел. А помните, как было при Сталине охуенно, когда он не был на религии, видимо? Ооо! Сила! А при Лене не помните, как охуенно было? Нет, а вот оттепель 80-го года это как бы хуйня получается. Это как бы хуйня выходит, правильно? Оттепель 80-х там годов, когда там и культурная оттепель, и вообще как-то с фанатизмом таким вот коммунистическим немножко поупало всего, да? Не-не-не-не, вот когда вот это стало религией, так сразу все, и, блядь, испы попортилось, блядь. Попортилось, попортилось, сразу вера, блядь, вера. Смотрите, от инквизиции в некоторых частях, там, какой-то Германии, Испании, чуть ли там не треть населения выпиливали. Какой такой вот атеистический режим выпилил столько людей? Коммунизм. Еще больше. Треть населения нашей страны, это в СССР, треть населения была уничтожена. Позвольте, это в процентах, вы говорите в процентах, я говорю по количеству людей. Ну, здесь Сандр что-то загуманитарил на самом деле. Ну, здесь Сандр загуманитарил, хуйня какая-то. Ну, вообще, и по количеству тоже. Сколько было жертв именно по атеистическим мотивам? Жертв коммунизма там хватает, там. Не, не, не. А что такое атеистический мотив? Там мотив-то был не, как бы, с точки зрения, что это там атеисты, а потому что... А Станислав Дробышевский уверен, что треть населения выпиливали в некоторых регионах. И в каких конкретно регионах? И, может быть, следует смотреть тогда в общем по Европе? Потому что в целом, в среднем по Европе, насколько я понимаю, инквизиция довольно ленивая штука, по сути. И, честно говоря, как я понимаю, по большей части, ну, инквизитор к вам приходит, говорит, ты какую-то хуйню пишешь, бро. Убери. Убери, пожалуйста. Окей, уберу. Прощение попроси. Прошу прощения. Все, конец. Как бы на этом можно сойтись с инквизиторами. То есть инквизиторы не такие уж и жесткие, там, не такие уж темные времена были, по большей части. То есть, может быть, в каких-то отдельных деревнях, там, или еще где-нибудь, там, действительно, может быть, и треть населения рассчитывалась. Ну, насчитывалась. Ну, то есть, возможно, были какие-то, знаете, на местах перегибы, так скажем. Да, возможно. Но если мы, наверное, все будем подсчитывать, возможно, мы не обнаружим таких уж больших цифр. И Станислав здесь, наверное, нам немножко подпездывает. Да и важно также понимать, что инквизиция существовала очень много времени, много веков существовала инквизиция. Вот. И в данном случае надо, наверное, на все время рассматривать, какой там процент людей пострадал. Так что я, честно говоря, хуй знает. Не, ну просто инквизиция, она не такая, блядь, жесткая. Им, по большей части, ж похуй было, серьезно. Да и какую в средневековье вы создадите систему, которая будет нормально, адекватно отбирать верующих от неверующих, там, еретиков от нееретиков. И это будет систематически как-то нормально происходить. Тут как бы, блядь, тут понятное дело, что иногда может шиз попасться во главе некоторого подразделения, да, ну и будет хуёво. Но в большинстве случаев люди просто там не шизы, и они нормально себя ведут и не вырезают население, никаких поселений вообще, в принципе. И механизмов, что самое главное, определение, отделение чего-то там от чего-то другого, эффективных очень мало. Тем более тогда их было меньше, еще значительно. Ну, как-то так. Там, причины-то были совсем другие. Убивали-то не за то, что там человек атеист или не атеист, при чем вообще. Ну вот. Мы же не считаем... И так же и жертвы инквизиции не были атеистами все. Не-не-не, смотрите, мы же не рассматриваем всех умерших, там, скажем, в 15 веке, когда все поголовно были верующие, да, и там все умершие, вот они жертвы религии. Ну это бред будет. Поэтому и все умершие во время атеистичного, как бы, этапа, они не жертвы атеизма. Ну так вот, да, для того, чтобы считать процент, нам нужно взять, в общем-то, наверное, всю Европу, вот эту христианскую, религиозную, и посчитать процент пострадавших. Все. А, как я понял, Дробышевский просто берет какой-то регион за какой-то, блядь, период. И вот этот регион за какой-то, блядь, период, говорит, треть вырезали. Такое. Ну просто та же треть в этом регионе за этот период может составлять меньше одного процента населения всей Европы за весь период существования Инквизиции. Ну, например. Ну, как бы так. Умершие, да. Ну и тут в чем логика-то? Вы, с одной стороны, берете всех умерших во время атеизма, а с другой стороны, только жертв Инквизиции, там, только в какой-то конкретный момент. Ну, в процентном соотношении давайте, я не знаю, смотрите, или что. Времени, но это же чем. Я вообще не беру всех. Вообще, давайте, давайте начнем, блядь, с того, что вообще смысла сравнивать нет. Разные исторические обстоятельства, разные условия, разные абсолютные ситуации, разные общества, разный уровень развития, разный уровень политического развития, разный уровень социального развития, разный уровень вообще, блядь, всего. Разный уровень буквально, блядь, всего И мы такие берем нахуй Опа, давайте-ка сравним инквизицию Средневековья С чем-то там еще Да даже если в Советском Союзе Убили больше народов Даже в процентном соотношении Это не значит, что потенциальные коммунисты Хуже потенциальных верующих Или наоборот Это не значит, что атеисты лучше верующих Вообще это ничего не значит Просто были такие исторические обстоятельства Которые привели к определенной исторической ситуации Может быть, если бы мы повторили Самолет полетел бы еще раз Мы бы вообще жертв не получили Слушайте, я все же Я все же здесь сторонник того Что делать какие-то далеко идущие суждения По единичным событиям историческим Невозможно Мы не можем, например, сказать Что новые коммунисты, которые появятся в 21 веке Которые захватят какое-нибудь государство Будут такими же кровавыми, как коммунисты в 20 веке Ну Может быть и будут Может быть и не будут Я бы не хотел рисковать, наверное, конечно Но У нас это индуктивный вывод Следующий из неполной индукции Да, он всегда вероятностный А сколько у нас коммунизмов в мире было? Ну сколько у нас коммунизмов было? Пару десятков стран коммунистических? Вы серьезно, блядь? Вы то есть По 20 случаям судите обо всех? Ну допустим, да Допустим, вы пришли неожиданно в лагерь К людям с синдромом Дауна И это первые люди, которых вы за всю историю увидели У меня вопрос Вы как умный, разумный человек Вот посмотрев на них Вы скажете, что все человечество Дауны Например, люди с синдромом Дауна Вы скажете, что вот все они такие люди? Если вы разумный человек, вы так не скажете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!